Волд-фэшн-синема Ред Карпет представляет премьеру фильма «Аноним». Все мы знаем, кто такой Шекспир. Когда говорят о живописи, вспоминают Пикассо. Когда говорят о литературе – Шекспира. Так был или не был тот самый легендарный Шекспир? Сегодня мы узнаем, правда это или мистификация. Когда вы последний раз читали Шекспира? Шекспира сегодня ночью мне приснился. Мы с ним разговаривали. В моем кругу пьес не пишут, их пишут в твоем. Как мне жаль, что ты Ромео. А трень отца и имя измени. А если нет, меня с женой сделай. Одними словами королевство не завоюешь? Предоставь это мне. Ладно, скажи, пожалуйста, когда ты последний раз читал Шекспира? Не читал. Необычный вопрос. Ваш любимый писатель? Ой, с этим сложно. Такой, знаете, бездонный кладезь. Можно читать сколько угодно. Но что, если я скажу вам, что Уильям Шекспир не написал ни единого слова? Ну, Шарлатан! И вообще Шекспир был, ну тот человек, который называется Шекспир, это конюх. Он был конюхом, и он был безграмотным. Это, в принципе, уже доказано. Десять тысяч душ внемлют идеям и словам одного человека. Это власть, Роберт. Возможно ли, что безграмотный человек мог написать такие шедевры? Я не знаю. Вот это хороший вопрос. Всевышний граф Оксфорд не сочиняет пьес. Я всегда считала, что это был аристократ, который находился в оппозиции. Ты мог бы стать королем, если бы не был тем, кто ты есть. Фильм просто прекрасный. Это такое наслаждение от богатого, современного, при этом абсолютно классического, прекрасного кино. Поздравляю, вы сегодня опубликовали поэму. Что? Это вроде напечатал книжку. Вы знаете, какая разница, был ли Шекспир или писал для него кто-то другой. Главное, что есть эти великолепные, умопомрачительные произведения, которые написаны простым языком. Быть или не быть. Ни одно твое произведение не увидит свет под твоим именем. Все возможно, потому что слишком интеллектуальные вещи. АПЛОДИСМЕНТЫ